Благодать и взятка – это наш выбор. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буства по знанию. Нам так хочется, чтобы у нас все получилось и нам все помогали. А если чего-то просим, чтобы нам давали? Нам хочется устроить сына в садик рядом с домом, иметь собственный успешный бизнес или просто хорошее лечение в больнице. Но в садике иногда занят, чтобы иметь бизнес, нужны связи. А хорошее лечение иногда недоступно. Но что нам делать? Ведь нам хочется. Что делать? Как сделать так, чтобы люди вокруг нас имели к нам располагающие отношения? Как расположить к себе людей? Сестра, брат, есть ответ – благодать и взятка. Это наш выбор. В прошлых подкастах мы говорили и будем говорить о благодати Бога к нам в нашей жизни. И одной из видимых показателей – это хорошее расположение к нам людей вокруг нас. К нам. По правде говоря, это же можно сделать и взяткой. Или я не прав? У нас есть только один путь, и мы его выбираем. Не взятка, а Божья благодать. Не взятка, а любовь Бога Отца. Стоит отметить, мы много говорим и будем говорить о благодати Отца Небесного, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть с нами в этом увлекательном путешествии. Замена благодати взяткой. Один из наиболее видимых проявлений Божьей благодати сегодня в нашей жизни – это расположение к нам в сердец окружающих нас людей. Незаслуженное и больше, чем нам нужно. И это личная рука Бога Отца у каждого из нас в жизни. Но это расположение можно получить и с помощью денег. И в современном мире этот путь наиболее распространен. Расположение к нам людей Богом по Его воле или с помощью денег. В современном мире идет замена веры, благодати Божией деньгами. Жаль, что этот мир выбрал другой путь. Благорасположение покупают взятками. А нужно обратиться к Богу. И это опасный путь. Замена Бога и Его любви, руки, благодати взятками влечет за собой последствия. И Господь сказал, нельзя служить Богу и мамоне. Невозможно совместить, идти сразу по двум дорогам. Но на эту тему мы поговорим в следующем подкасте. А сейчас посмотрим, как Божья благодать нас спасает, уберегает даже в современном мире. Друзья, я не говорю, что подарок, угощение, когда мы идем в гости, это взятка. Конечно, нет. И я спорить не буду, разбирать случаи тоже не буду. У каждого из нас есть Дух Святой, который говорит нам внутри и настойчиво. Я говорю о замене Божьей воли, Божьей благодати деньгами, взятками. Мы уже рассматривали, что Бог может располагать сердца ближних к нам людей. И это могут быть не только наши соседи, родственники, но и те, с кем мы сталкиваемся в течение дня по работе, службе, дороге, ЖКХ. Благодать, конечно, для нас это всегда проявление Божьей любви. Но она может быть и запрещающей, или, как в случае с исходом сынов Израиля из Египта, ожесточающей сердца. Но и то, и то для нас это только любовь. Если разрешает Отец Небесный, значит это лучшее для нас. Если запрещает, это тоже лучшее для нас. Да, ожесточение сердец – это тоже рука Бога, и мы ясно это понимаем, читая исход сынов Израильских из Египта. Откроем для примера книгу «Исход» 9 главу, стихи с 10 по 13. Они взяли пепло из печи и пристали перед лицом фараона. Моисей бросил его к небу и сделал осво спаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись перед лицом фараона, и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Исход 9 глава, стихи с 10 по 13. Здесь написано, что Господь ожесточил сердце фараона. Не Моисей и не Аарон, а Сам Господь. Но у него была цель. Во-первых, Я Господь. Во-вторых, вывести народ из Израиля. Значит, есть ожесточение от Бога, но для израильского народа тогда это была рука Господа, его благодать, его желание вывести народ израильский. Как вы думаете, Моисей, как человек, хотел просто вывести народ без лишнего шума, десяти наказаний, чтобы фараон просто согласился и с улыбкой сказал, идите в добрый путь. Если да, поставьте лайк. Но была Божья воля и благодать. Благодать в нашей жизни. А как у нас происходит, когда мы идем к начальнику или решать какой-либо вопрос? Мы, как люди, хотим просто решить вопрос в нашу пользу, чтобы начальник просто согласился и с улыбкой сказал, идите в добрый путь. Если да, поставьте лайк. А если он не согласится, значит он плохой? Мы, сестры, братья, когда мы дети Божьи, для нас, как и для Моисея, главная воля его. И иногда, при негативном решении, некоторые, конечно, не мы с вами, дают взятки для решения в положительную пользу. А Божья воля, а если он не хочет, Господь знает наперед, что будет, и беспокоится, бережет тебя, меня. Это он по своей воле, благодати, любви ожесточил сердце начальника, и тебе отказали. И такое бывает. Если такое с тобой произошло, вспомни Моисея, а главное про цель, земля обетованная, и тебя Бог туда ведет. Расположение сердец. Во-вторых, они получили больше, чем нужно было. Даже потом хватило на золотого тельца. В нашей жизни Господь также располагает сердца окружающих нас людей. И если будет в воле Бога, и вас одарят и золотом, и серебром, и одеждами. Не в этом искать ценность, друзья мои. Нам наиболее важно, как и Моисею, что говорит Бог. Его воля и благодать. Что он думает и говорит нам сделать. Например, нам нужна операция. Нам назначили по дежурству хирурга. Но в последний момент приходит наилучший врач к вам и делает операцию. И вас переводят в ВИП-палату. Это его воля. Бог Отец хочет, чтобы у вас был лучший врач, которого вы не заслуживаете. Он дает больше, чем нам нужно. Это, сестры, братья, благодать и воля Бога Отца. Именно ее нужно искать в первую очередь. Взятки заменяют благодать. Представьте, если мы взяткой располагаем в сердце, допустим, какого-то начальника, не помолившись Богу, а идем, даем взятку для положительного решения вопроса. Конечно, вопрос будет решен в нашу пользу. Мы, конечно, как глубоко верующие люди, помолились и идем давать взятку. А благодать и Божья воля. Мы не знаем, что будет завтра, и не хотим, помолившись, сказать, да будет твоя воля, идти и смотреть на то, как решит эту ситуацию Бог. Он хочет или нет. Когда мы идем давать взятку для решения нашего вопроса, мы не хотим знать, что думает Отец Небесный. Мы идем только за положительным результатом. В итоге мы его получим. Деньги делают и решают многое, но Бога там не будет. И последствия мы будем пожинать сами. Может, через время, но будем. И, конечно, кое-чему научимся. Но могу утешить, Отец Небесный все равно будет с нами и не оставит. Только мы получим урок, что воля Бога благая, угодная и совершенная, даже для нас, тебя, мой слушатель. Что делать и как жить? Просто помолись молитвой, Отче наш. Расскажи Богу в молитве все, о чем переживаешь. Все, друг мой, и в конце закончи. Да будет воля Твоя, как и наш Господь в Гефсиманском саду перед распятием. Откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, стихи 40 по 43. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру. Так ли не могли вы ли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря. Отче мой, если не может чаша меня сия миновать, меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи 40 по 43. Господь имел свои желания. Он говорил, отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее. Он не скрывал своих переживаний перед Отцом. Но в конце да будет воля Твоя. И в последнее время очень часто стали заменять Божью благодать на деньги. Когда люди богатеют, Бог становится им не нужен. Замена благодати деньгами, мамоной. Каждый день мы молимся и ищем Его волю. Но это не мы с вами, так, друзья? Мы каждый день молимся, читаем Его Слово и ищем Его волю. И, конечно, принимаем верой все, что Он нам приготовил. Зная, что в конце нас ожидает земля обетованная, Царство Небесное. Друзья, задайте вопрос Богу. Покажи мне свою волю сегодня. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Отцу Небесному. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, говорили о Моисее и Гефсиманском саде. Более того, мы еще будем много говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. 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 Продолжение следует. Продолжение следует...